Сегодня я расскажу вам о таком любопытном природном явлении, как сексуальный каннибализм. Вы узнаете, почему это происходит и зачем самцы играют в русскую рулетку ради спаривания. Чаще всего подобное половое поведение свойственно насекомым и паукообразным, чьи самки значительно превосходят самцов в размерах. Большинство из вас наверняка слышали, что богомолы поедают партнеров после или даже во время спаривания. Исследователи долгое время не могли понять, зачем они это делают, пока не изучили некоторые цифры. Ученые подсчитали количество питательных веществ, которые находились в кладке яиц богомолов. Оказалось, в яйцах самых съевших самцов их процент был равен почти 89%, а в случаях, когда партнер оставался жив, всего 25%. Получается, что богомолы пожирают самцов ради будущего потомства, давая им необходимое количество белка. В половине случаев богомолам самцам все же удается сбежать и избежать гибели. Иногда же самка съедает только голову, при этом тело продолжает процесс оплодотворения и даже усиливает его. Половой каннибализм присущий многим видам пауков. Так, например, австралийская черная вдова начинает поедать самца прямо во время соития. Если повезет, то он успевает закончить дело до того, как она им пообедает. Само пожертвование объяснимо тем, что главным для самца остается передача генов, невзирая на риски. Такая нестандартная стратегия обеспечивает будущих детенышей необходимым биоматериалом. Но далеко не всех такой вариант устраивает. Многие виды пытаются обмануть судьбу и избежать смерти. Один из таких хитрецов – паук Пизаура удивительная. Самцы этих пауков приносят подарочки своим избранным, они заворачивают в паутину муху или другое насекомое и приносят ее самке. Пока дама разворачивает вкусняшку и кушает, кавалер успевает сделать свое дело. Шанс быть съеденным при таком раскладе минимален. Любопытно, что порой самец хитрит и приносит уже съеденную муху или даже веточки в паутине. В таких случаях он старается сделать все быстро, пока самка не поняла, что ее обманули. Ведь разгневанная паучиха обязательно сожрет такого альфонса. Кстати, Пизауры удивительные являются заботливыми матерями, так как они оберегают свое потомство, таская кокон с собой повсюду. Ранее считалось, что сексуальный каннибализм свойственен только членистоногим. Но это не так. Более развитые животные тоже съедают своих самцов, но гораздо реже. Например, некоторые виды осьминогов поедают своих самцов после спаривания. А еще так иногда делают змеи и анаконды. Как правило, это происходит в тех случаях, когда самка сильно голодна. Это обеспечивает хороший запас белка на период беременности, увеличивая шансы на продолжение рода. И к тому же самки и анаконды больше самцов почти в 5 раз. Эволюция порой крайне жестока. Но таковы законы природы. Справедливо ли быть съеденным ради выживания вида? Будет интересно узнать ваше мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!